Привет всем, с вами Марков Денис и сегодня у нас 16-й урок по программированию на языке C++. На предыдущем уроке мы познакомились с файловым вводом-выводом информации. В общем это довольно простой вывод, позволяющий вам организовать уже более сложную программу, которая может взаимодействовать с файлами. И вот в качестве упражнения вы были ни в чем не ограничены, то есть вы должны были создать любую структуру данных, которой вам интересно, там создать различные операции над этой структурой, ну и в целом сделать то, что вы в принципе хотели бы сделать. Вот у меня пример это структура данных под названием прямоугольник. Здесь у нас очень простое будет меню, давайте сначала вам покажу как это все работает. Вот у нас кстати файлы, ну папка с проектом, у нас здесь даже есть текстовый документ, с которыми мы можем сочетать. То есть мы можем создавать несколько документов, в которых хранится любая информация и можем ее считывать. Пока запускается. Вот, так, прямоугольник. Ну, давайте сначала мы создадим файл для ввода. Да, создадим файл для ввода, но назовем файл как-нибудь rectangle, к примеру, да? Rectangle.txt. То есть здесь у нас будет храниться информация прямоугольники. То есть в моей программе прямоугольник задается двумя противоположными точками. Это удобнее. И, ну, я покажу эту математическую модель в программе и расскажу как она работает. Так, мы создали файл для ввода. Теперь мы вводим информацию вручную. То есть это опять у нас клавиатура прям. Вводим точки, к примеру, там 1, 4. Одна точка и другая точка. Ну, к примеру, 4, 8. Вот задали прямоугольник. Мы можем сразу посмотреть информацию об этом прямоугольнике. Вот здесь вся информация. Теперь мы эту информацию запишем в файл. Записали файл. Давайте еще введем какую-нибудь информацию. Так, вводим информацию еще какую-нибудь. Ну, давайте там. 1, 3, 2, минус 4. Да, ну, такие точки. Здесь опять информацию можно вывести. Вывели. И запишем файл. Так, ну все. Мы записали. В общем, мы поработали с программой. Спокойно ее закрываем. Не беспокоясь. Так, находим наш файл rectangle.txt. Видим, здесь два прямоугольника. Вот они, два прямоугольника, заданные по двум точкам. То есть каждый прямоугольник задается двумя точками. Ладно, хорошо. Смотрим дальше. Ну, открываем программу. У нас уже есть файл. Я хочу уже увидеть прямоугольник, который, в принципе, создал. Итак, создать файл для ввода. Открыть файл для считывания. Открываем файл для считывания. Вводим имя. Давайте сначала введем неправильное имя. К примеру, rectangle. Ректэнгл. А, ну, к примеру, ts... Ну, какой-нибудь такой формат. А, ну, вроде бы открылся. Хотя не должен был. Ладно. Открыть файл для считывания. Давайте еще раз. Ректэнгл. Вот так вот. Ректэнгл.txt. Вот сейчас он не должен открываться. А он там написали, что файл не открылся. Только не вывелось. Просто быстро убирается. Надо это остановить. Ладно. Ну, все. Файл открылся для файла для считывания. Теперь давайте считать значения из файла. Так, файл, ну, значения из файла считали. Посмотрим информацию. Итак, откроем наш файл, который мы имели. 12.3. Ой. 1.4.4.8. Действительно, это та информация. Хорошо. Давайте следующий прямоугольник рассмотрим. То есть, опять, считать значения из файла. Считываем значения из файла. Смотрим информацию. Вот нам, пожалуйста, о другом прямоугольнике вся информация выдана. Прекрасно. Вот, к примеру, демонстрация работы программы уже более интересной, мне кажется, чем предыдущей. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим программу. Начнем ее с математической модели. То есть, программа, в принципе, основана на прямоугольнике. Каждый прямоугольник задается точками. Поэтому создал структуру point, которая хранит два поля. Integer x, Integer y. Это два целых числа. В декартовой системе координат. Ну, думаю, с ней вы знакомы, поэтому много говорить о ней не нужно. Структура rectangle представляется двумя точками. Point A и Point B. Почему удобнее представить прямоугольник двумя точками? Ну, представим. Вот наша стандартная декартовая система координат. Прямоугольная, праволинейная. Или как там правая рука называется? Правильнее. Вот. Ну, дико. Тут у нас Y. Такой некрасивый Y. Тут у нас X. Вот. Ну, к примеру, прямоугольник. Итак, у нас первый прямоугольник задается точками 3 и 4. Например, вот так, да? В таком масштабе. 3 и 4 первая точка. Ну, вы знаете, что точки это у нас перпендикуляры на их оси. То есть, координаты точки это вот. То есть, точка в пространстве находится здесь, назовем точку A. Координаты это перпендикуляры, ну, или проекция на ось. Другими словами. То есть, вот это две проекции. Ну, есть другая точка, точка B, примеру, даже может где-то здесь находиться. B. Тут опять же тоже проекции на их оси, которые перпендикулярны. Ну, если, конечно, система координат перпендикулярна друг к другу. Там есть косоугольный же. Вот, ну, это у нас точка получается, ну, какая-то, не знаю, 7-6. Ну, пускай будет 7-6. Ну, хотя не выглядит реально. Наоборот, нужно было бы 6-7. Ну, не столь важно даже здесь значение. Вот. Как здесь получить прямоугольник? Ну, прямоугольник, очевидно, получается вот таким вот нехитрым образом. Вот он, прямоугольник наш. То есть, хотя он задается двумя точками. И вот это вот. Нам нужно посчитать его площадь, его объем и так далее. Ой, объем, периметр. Вот. Сразу очевидно, как посчитать сторону. То есть, как вот найти, к примеру, вот эту вот сторону прямоугольника? Чему она равна? Ну, очень просто. Если у нас есть координата вот этого и координата вот этого, то вот эта вот сторона равна вот этой вот стороне. То есть, вот этой вот длине. Ну, а длина между двумя точками находится по модулю. То есть, точка А- точка Б. Ну, или точка Б-А. Потому что это модуль. В модуле можно знак, ну, то есть, это, ну, переставлять местами уменьшаемые, вычитаемые. Это вполне очевидно. Ну, это свойство модуля, что А-Б это Б-А. По модуле, опять же. Б-А. Вот. Это знакомое нам свойство. Вот тут мы находим длину первой стороны, длину второй стороны находим здесь тоже. Только уже Y. И после, когда мы найдем эти длины сторон, что мы с ними можем сделать? Ну, мы можем, по крайней мере, посчитать уже периметр и посчитать там площадь. И еще какие-то манипуляции произвести. Ну, конечно, нужно было бы рассмотреть еще, что прямоугольника не существует. То есть, если, к примеру, две точки вот так вот лежат, то есть, к примеру, точку А и точка Б, то есть, она, в принципе, прямая, перпендикулярна какой-то из оси. То есть, если прямая перпендикулярна либо Y, либо X, то прямоугольника не существует. Ой, перпендикулярна, параллельно, параллельно. Ну, и перпендикулярно, кстати, какой-то из одной другой оси. Ладно. Ну, вот, давайте посмотрим теперь структуру программы. Итак, прямоугольник, точка, думаю, понятного. меню печатаем меню вот у нас что здесь есть у нас есть а чар choice это у нас который переменная типа чар отвечающий за выбор данного пункта меню файл name это имя файла который мы будем вводить для ввода для вывода она будет изменяться два потокового класса два файлового класса вода вывода и стрим и острым для ввода ввода информации и ректэнгл который мы будем в принципе записывать информацию то есть это струк ну а экземпляр структуры ректэнгл позволяющие работать с прямоугольником у нас есть две перемены о них я чуть поподробнее расскажу потому что они тоже очень важны но они если грубо говорить обрабатывают ошибки то есть иногда пункта меню вызывается не очередно то есть примеру вы пытаетесь записать файл но при этом еще не открыли файл вот эти вот перемены позволит нам все это отрегулировать итак тут мы печатаем меню тут выбираем выбор но начнем 1 кейс 1 пункте меню это открыть файл для считывания информации то есть в принципе открыть файл с которого будет брать информацию объект класса и в стриму как это делается но тут мы вводим имя файла кстати внимание что мы имя файла вводим через объект син не син гитлайн то есть поэтому пробелы в принципе мы не рассматриваем то есть строка должна быть вот без пробелов но это в принципе нам будет и удобнее кстати работа так потом финп опын открываем файл если он не открыт то есть фин из опын то есть такого файла не существует кстати здесь нужно поставить ну к примеру гетч а то это сообщение быстро исчезает хорошо потом мы говорим что файл input false так файл input файл input это позволяет переменно определить открылся файл для ввода или не открылся то есть если назначение true то файл уже открылся для ввода и оттуда можно считывать информацию если значение false то информацию считывать нельзя у нас файл input пока что значение false то есть если файл не открылся то с него информацию считывать нельзя иначе мы говорим что да файл открылся все с него информацию можно считать хорошо кейс 2 кейс 2 это создать файл для ввода здесь почти то же самое только попроще то есть вводим имя файла и если файл существует мы будем записывать в конец файла если файла не существует мы его создаем Вот и все. Очень просто. Case 3. Сочетать значения с файлом. Case 3, Case 3. Здесь у нас будет вызываться функция. То есть, смотрите, внимание, если файл input, то есть, если у нас файл не открылся, то мы сразу выходим из свитча. Если файл открылся, то мы переходим к функции input. Функция input у нас что делает? Она принимает объект istrim, потому что эту функцию я буду использовать, чтобы вводить информацию как с клавиатуры, так и с файла. Но, чтобы было удобнее мне работать, я ее создал здесь istrim. Это класс, который... Ну, то есть, здесь именно ссылка передается, потому что мы должны принимать еще наследников класса этого. То есть, istrim позволяет работать как с сином, со стандартным сином, так и с фином. Это я говорил. Ну и передаем структуру rectangle, которую мы будем изменять по ссылке, опять же, потому что в нее мы будем записывать информацию. Итак, у нас есть четыре перемены, четыре точки, скажем так. Ну, не четыре точки, а четыре координаты. Здесь мы эти координаты быстро считываем, потом мы их записываем... Ну, создаем две структуры point A и point B, здесь их быстро инициализируем. А потом мы сразу присваиваем... Ну, вообще точки. Ну, в общем, инициализируем точкой ректангла. Ну, в общем, это все очень просто, как вы, наверное, видите. Вот таким образом мы заполняем ректангл. Вот, смотрите, здесь у нас input вызывается для объекта fin. И мы, кстати, ну, файл read, я сейчас еще о нем расскажу. Input для объекта fin. А вот в пятом input вызывается для объекта sin. То есть это вот информация с клавиатуры. То есть мы здесь пишем, видите, две противоположные вершины прямоугольника. Ну и потом нам file read ставим true. Что такое file read? Файл read это означает, что значение можно записывать в файл. Понимаете, чтобы в файл не записывались никакие дурацкие значения, то есть прямоугольник, к примеру, не считан или еще что-то, да? Ну, то есть, к примеру, вы запустили программу, прямоугольник еще ничем не инициализирован, а вы пытаетесь его записать в файл. Это уже неправильно. То есть file read позволяет нам оценить, имеется ли какая-то информация о прямоугольнике. То есть вообще есть, что записывать в файл о данном прямоугольнике. Если прямоугольник инициализирован его точками, мы это записываем. Если нет, то не записываем. Вот file read определяет то, что либо значение прямоугольника получено из файла, либо значение прямоугольника получено со считывания клавиатуры. Вот. Потом еще две функции. Записать файл и ввести информацию о прямоугольнике. Так, записать файл. Ну, это функция read, кстати, внимание, ну, здесь принимается объект класса off-stream, посмотрите внимательно, что это off-stream, не off-stream, а off-stream, потому что объект ся, вот, передавать сюда бессмысленно, то есть информацию мы будем вводить вот в этой функции, поэтому read у нас просто позволяет записывать именно файл, и никуда иначе, только файл. Передаем константную ссылку, потому что прямоугольник изменяться не будет, ну, и записываем информацию в файл, очень просто, это вот у нас, где? Это вот здесь, то есть, смотрите, если информация о прямоугольнике известна, и файл открылся для ввода, то мы записываем информацию, если нет, то мы ее не запишем, естественно. Ну, и последнее, это у нас print-info, то есть, если у нас есть какая-то информация о прямоугольнике, то мы записываем, то мы печатаем вообще любую информацию на экран. Конечно, можно было, к примеру, это все печатать, к примеру, какой-нибудь другой файл, по желанию и так далее. Ну, что мы сначала вводим координаты точек, потом подсчитываем их длину. Длина подсчитывается очень просто, как я сказал-то по модулю, разность двух точек, ax-bx, или ay-by. Это я уже показывал вот здесь, да, то есть, это вот это вот расстояние, и вот это вот расстояние. Вот мы его посчитали, тут выводим длину первой стороны, длину второй стороны, потом периметр посчитаем по очень простой формуле, это сумма сторон умноженной на 2, ну, или можно, конечно, ну, это так, простая формула. И потом считаем площадь, это просто перемножение сторон. Все. Вот вся программа, как видите, уже более сложная, более структурная, но при этом работающая более интересно, то есть с ней работать куда-то гораздо лучше, чем с другим программами. Тема сегодняшнего урока – шаблоны, шаблоны и перегрузка функций. Так, шаблоны. Дело в том, что мы изучаем тему функций, и функции, кстати, у нас сейчас вместе со структурами данных очень похожее, которое повелось где-то вот до 90-х годов, то есть до 90-х годов именно программировали так, то есть был объект из XC, и вот именно в нем программирование было примерно то, что вы сейчас и видите. То есть вот так вот составлялись программы, конечно, был очень большой код, очень много функций различных. В чем был единственный минус? Ну, как единственный? Там было много минусов из OKC, хотя и были плюсы, несомненно. Ну, первый из минусов – это то, что вот все функции были в разброс. То есть никогда не нравится, когда одна функция не зависит от другой функции. То есть вы всегда должны знать, какую функцию, в каком порядке ее нужно вызвать. Вот это вот как раз, видите, нужно всякие там буллинские перемены создавать. Уже неудобно. По регенерированному программированию данная проблема решается с помощью инкапсуляции. Но о ней мы пока что не говорим. А вот вторая проблема – это то, что из XC он был, как бы вам сказать, не универсальный, а наоборот-таки. Он был типичный. То есть, понимаете, каждая функция была строго типизирована. То есть аргументы функции, ну, давайте возьмем, к примеру, две функции, которая должна посчитать сумму выражений. Вот функция integer sum, она принимает два параметра. Integer, ну, я покажу просто прототипы, я не буду реализовать функцию, это очень просто, время терять на это не будем. Вот первая функция, типа, которая считает сумму целого числа, ну, сумму двух целых чисел. Это простая функция, мы ее быстро реализовали, вот вы с ней работаете, она считает сумму прекрасно и так далее. Ну, представьте, что у меня есть большие функции, которые там находят поиск в глубину, поиск в ширину, там, на графах, еще какие-нибудь серьезные функции, там, алгоритм с возвратом. Вот, и смотрите, что здесь преимущество, да, это функция работает с целыми числами. Вот вы работаете с какими-то условиями вашей задачи. И тут вы берете свою задачу и понимаете, ну, какое-нибудь другое условие, понимаете, что там целые числа уже не присутствуют, то есть уже вещественные числа. Что нужно было сделать в языке C? Нужно было создавать вторую функцию, если вы не хотите потерять эту функцию, которая возвращает, к примеру, типа, double, сам 2 назвать ее, к примеру, как-нибудь так, да, и вот здесь double, double. Прекрасно. Вот это результат языка C. Ну, для double создали, хорошо. А если работа со структурой данных? А сколько может быть структурой данных? Вы их перечислите, и я могу создавать сколько мне угодно и в любом количестве. Это, в принципе, невозможно перечислить все возможные структуры данных. И поэтому оказывается, что вот нужно создавать копии этих структур, ну, и копии функций, которые работают там с разными структурами, которые там, т т т т т т т т. Уже все неудобно, как видите. Главное, что разные типы данных не поддерживаются. И вот это вот первая проблема. В языке C++ было добавлено два варианта. Сейчас мы рассмотрим первый примитивный вариант и второй практичный вариант, который применится на практике. Первый примитивный вариант, который дал толчок к использованию другого варианта, это называется перегрузка функций. Но перегрузка не связана как-нибудь с перегрузкой компьютера. Перегрузка это означает, что одно имя функции принимается в двух значениях. То есть, вот этот, к примеру, вариант из языка C можно было бы написать вот так. Вот, суть перегрузки функций. Давайте мы их быстренько реализуем здесь. Ну, здесь у нас еще return a плюс b. И здесь то же самое. Ну, какие-то не a плюс b. Надо их хотя бы создать перемены. Так, и здесь у нас double a, double b. И здесь у нас то же самое. a, imi. Вот в целом примеры демонстрации перегрузки. В чем суть перегрузки? Это то, что разные функции имеют одинаковые имена. Это уже удобно. Почему? Потому что в программе вам не нужно вспоминать различные имена функций. То есть, вам не нужно знать, какая функция там работает со структурой данных, а какая функция работает там с целыми числами. Вы используете одно и то же имя. А компилятор, в принципе, выберет сам, какую функцию вызывать. Ну, давайте пример. Итак, вот у нас есть даже... А, ну, просто на shout напишу. Shout. Вот функция sum. Ну, к примеру, 12, ну и 12,3. Endled. Он вызовет одну из функций. То есть, он вызовет функцию, которая целые параметры. И вторая функция sum. 3,4 и 3,12. Почему бы нет? Ну, откомпилируем эту программу. По идее, если бы у нас была одна функция, то, как вы понимаете, данный вариант был бы не тот, который мы ожидаем. Значит, покажу. Просто закомментируем одну из функций. То, что это все будет работать. Но не так, как, наверное, вы хотите. То есть, видите, в данном случае программа ведет себя по-разному. То есть, функции ведут себя по-разному. В первом случае мы посчитали целое число 15. А в втором случае мы посчитали то число, которое нужно, вещественное, 6,52. Ну, закомментируем второй вариант. Думаю, очевидно, что программа работать будет. Но результат будет не такой, как вы хотите. Будет 15,6. Очевидно. То есть, здесь преобразование double к типу integer. И это уже потеря точности. То есть, всю вещественную часть мы тупо отбрасываем. Неудобно. 15,6. То есть, всю вещественную часть мы потеряли. То есть, перегрузка функций, как видите, нам, в принципе, играет на руку. Потому что можно создавать функции с одинаковыми именами. Это удобно. Это практично. И понятно. Ну, кстати, будет компилятор. Самое сложное в перегрузке функции. Не то, чтобы там создать различные функции. То есть, вы можете создать функции, которые работают с разными структурами. Ведет себя по-разному. Но, по идее, если вы используете одно и то же имя функции, то и суть функции должна быть одна и та же. То есть, не нужно, чтобы там, к примеру, функции с одинаковыми именами выполняли разные задачи. Это просто глупо. То есть, они по идее, по логике вещей должны выполнять одну и ту же задачу. Может, разными способами, но одну и ту же задачу. Потому что эта функция имеет одно и то же имя. Это то же самое, как, я не знаю, если вы покупаете чай, там оказывается кофе. Не совсем то, что вы ожидаете. Здесь такого быть не должно. Итак, если вы используете функцию, первая самая сложная проблема, и она, кстати, лежит не на вас, а на компиляторе, это выбрать, какую из функций вызывать. В данном случае все очевидно просто. Ну, давайте мы уберем, вот в данном случае, 3.12. Как вы думаете, какую функцию будет вызывать компилятор? Он не поймет просто, чего вызывать тему. То есть, первый параметр является типом Double. А второй параметр является типом Inter. Что вызывать? Вот это может вызывать, преобразовать, то есть, тип, Double к типу Integer, или Integer, преобразовать к типу Double. Естественно, он не... Если бы он принимал какое-нибудь конкретное решение, в данном случае, то вы бы, когда поработали с большим программой, вы бы удивлялись, какую, скажем так, ересь компилятор может нести. То есть, компилятор принимает, скажем, только то, в чем он уверен. В данном случае он не может выбрать. Конечно, логически бы, вы, наверное, подумали, ну, преобразовал бы он лучше к типу Double. Тогда мы бы точность сохранили, это же очевидно. А компилятор – это не очевидно. Ему неизвестно, какому тип преобразовать. Конечно, вы можете его написать вот так вот. И все будет работать прекрасно. В данном случае. То есть, вы должны компилятору конкретно говорить, какие параметры принимаете. Иначе компилятор, я вам говорю, он не логически мыслящее существо. Это машина. Другим словом. Вот. Ну, понятно. Итак, то есть, перегрузки функции, самая большая проблема – это именно параметры. Давайте еще одну очень сложную проблему тоже представлю. Здесь я напишу тип Long. Ну, это, конечно, я понимаю, что типы редко используются, типа Long. А здесь напишу тип Short. В целом, по идее, результат этих функций будет одинаковым. То есть, Long – целые числа, Short – целые числа. Просто у них диапазоны разные. А здесь я передаю экземпляры типа Integer. Все. Функция не может решить, чем его вызывать. Либо Short, либо Long. Тут уже не понять. Можешь, конечно, поставить префикс и сказать конкретно, что это Long. И это Long. Можно сделать так. Он поймет. Но, как видите, компилятор уже начинает беситься. То есть, он, в принципе, не может понять, что отсюда вызвать. Это функция работы, принимающая аргументы, как видите, стандартные типы данных. На практике там принимают указатель на указателе. Еще какие-то более сложные структуры. Здесь там еще сложнее перегрузка идет. То есть, там нужно тоже очень часто понимать, какую компилятор функцию должен выбрать. Об этом написано немало статей в интернете. Я думаю, что все равно читать эти статьи настолько же бесполезно вам начинающим, как и мне это было бесполезно в свое время. Я все равно ничего не запомнил. То есть, там очень много параметров, по которым компилятор выбирает ту или иную функцию. Но без практики вы все равно ничего не поймете, какую функцию он будет выбирать. Поэтому будете писать больше программ, будете больше понимать идею работы компилятора. А потом уже можно читать там всякие разные сложные статьи. Иначе, я так говорю, пропустает арата времени. По личному опыту. Ну вот, думаю, что понятно в данном случае, что перегрузка функции очень простая вещь. Это функция с одинаковыми именами. Но это, опять же, не то, что нам хотелось бы. Перегрузка функции, которая была добавлена в языке C++, приводит к очень сложному и очень мощной вещи. Когда создавался язык C++, в нем было внимание уделено на классы. То есть, объектно-ориентированное программирование и так далее, хотя мы его еще не изучаем. И были просто, скажем так, для удобства программирования добавлены шаблоны. Вот, добавили шаблоны, все, всем прекрасно. Ну, добавили, молодцы. Как говорится, на них там не возлагали надежды. То есть, классы, да, это наше, как говорится, светлое будущее. А шаблоны – это вспомогательный инструмент. Когда стали применять практики, на практике оказалось, что шаблоны играют немаловажную роль, чем сами классы. То есть, экземпляр, который, можно сказать, так, добавили не совсем по уму. Ну, то есть, конечно, по уму, там это все делается, все долго обдумывали. Имеется в виду, добавили для полноты языка, для удобства языка, сыграл очень такую серьезную роль. То есть, он стал колоссальным достижением языка C++. Шаблонное применение программ. Первая шаблонная библиотека, ну, такая серьезная, это была STL. Написана, кстати, русским программистом. Она входит в стандартную библиотеку. То есть, стандартная библиотека – это объекты, которые созданы другими программистами. И они входят во все компиляторы. То есть, вот, к примеру, iStream. iStream там создана кое-кем-то, и она входит в каждый компилятор. То есть, на разных машинах есть везде объект SEAL. Хотя в самом языке C++ объекта SEAL не существует. Это вы знаете прекрасно уже. А шаблоны, и еще одна из шаблонных библиотек называется STL. Там это векторы, контейнеры, ассоциативные карты и так далее. Вот она написана на шаблонных классах. Это было просто, ну, наверное, я не знаю, большое достижение. То есть, программирование стало в разы эффективнее и, скажем так, структурирование. По какой причине? Вот сейчас покажу демонстрацию шаблона на примере функции Sun. Итак, я, к примеру, что хочу сделать. Я не знаю, какого типа будут эти аргументы. Ну, давайте представим, что у нас есть некий тип T. Вот есть такой тип T, я не знаю, что он означает в принципе. Он может быть и интегером, и даублом. Вот, есть тип T. Хорошо. Как создать шаблон данного типа? Очень просто. Смотрите, вы пишете ключевое слово template. template, template означает шаблон. Вот ставьте вот такие вот скобки. И указывайте type name, type name. Это такое специальное, ну, имя типа, звёте T. Всё, шаблонная функция готова. То есть, в данном случае вместо T будет подставлен какой-то конкретный тип. Смотрите, всё работает. А давайте вызовем эту функцию 12.3. Ту же функцию вызываем, и результат будет какой сейчас. Ну, давай, думай. Компилятор. 15. Очевидно, да? Потому что тип T примет 15, так как 12 это тип интеджер. Ой, 15. Интеджер. 12 это тип интеджер, 3 это тип интеджер, то и тип T будет типом интеджер. Хорошо. Вызовем с такими параметрами. Я не перегружал ими функции. Внимание, что в чём вообще всё преимущество. Вся сила. Хорошо. Я вызову данную функцию типа double. То есть, теперь у нас T будет типа double. Так. Он компилировался хоть. Вроде бы... А, ну да. 16 это я что-то. Правильно. Ну, если 12.4 плюс 3.6, это 16. Я думал, он округлил. Нет, всё нормально. То есть, тоже вызовался для типа double. Смотрите, посчиталось всё спокойно. Вот оно преимущество шаблонных функций. Уже очевидно и понятно, почему это удобно и практичнее использовать. Потому что мы работаем с любыми типами. Конечно, вы можете ещё для удобства, я вам так поначалу советую это сделать, вот здесь указывать, с каким типом вы вызываете. То есть, к примеру, здесь тип double. Это рабочая запись, и она, кстати, более читабельна. Иногда просто бывает несколько типов. Иногда удобнее указать, какие типы вы там передаете. Там double, integer. То есть, к примеру, может быть тип, а потом, к примеру, какой-нибудь T1. Это вполне возможно. Ну, правда, здесь нужно, например, указать какой-нибудь тип integer. Ну, так, для примера, ну, как видите, T1 не применяется. Только нужно ещё здесь, наверное, указать так. Type name. Вот так, да. Ну, примерно вот так. И у нас теперь T1 может быть любым другим типом. Вот. Ну, конечно, есть очень большой ряд проблем с шаблонами функций. Опять же, все они изучаются на практике, не на теории. Ну, давайте посмотрим практику. Что будет, если вызвать вот так вот? Уже вот это был проблемой. Потому что тип T, по идее, он один и тот же. А в данном случае, ну, сейчас, по идее, должно быть... А, ну, конечно, сейчас будет вызван с типом double. В данном случае эта проблема решена сразу, потому что мы здесь в скобках указали double. То есть, они будут преобразованы, это tick double. Здесь всё нормально. А уберём этот double. То есть, непонятно, к чему. То есть, он сам должен догадаться, к чему преобразовать. Не догадается. Потому что 12 – это тип double, 3 – это тип integer. Какой, по идее, должен быть тип T, он догадаться не может. То есть, вы ему должны вот здесь явно указать. Да, это будет double или, к примеру, integer. Тогда результат будет равен 15. И они 15,4. Он просто уже преобразует параметры к данному значению. Ну, и, конечно, если преобразовать, будет возможно. Ну-ка, давай. Вы можете писать такие маленькие функции в очень большом количестве. Например, функция, которая сравнивает две структуры. То есть, она по каким-то параметрам сравнила. А, вот про структуру. Структура какая-нибудь... Ну, пускай она называется... Да, давайте попроще. Тоже A. У него какого-нибудь есть поле. Integer. Ну, A. Пускай вот, да. Неважно здесь, что у нас. Точка запаса, правда, не забудь. Ну, вот так создадим параметры и передадим... Здесь укажем, что мы передаем структуру. Мы это, в принципе, можем указать. А, ну, конечно. Здесь SEALT не сможешь написать. Давайте мы так. Так как она возвращать будет тоже тип структуры, то создадим A, B еще, да? И вот, B присвоим A. А дальше напечатаемся в B, A. Надеюсь, вы не запутались в дурацких именах. Очень все просто. Что ж ты не хочешь? А, на точку запятой. Забыл, забыл. Что будет в данном случае? Ага, смотрите, какие серьезные. Понеслась, понеслись ошибки. Что компьютер написал, опять же, непонятно. Ну, давайте смотреть. Что тут компьютер? Оу. Вон, разбирайся. Стринг, итераторы. Тут... Ничего не понятно. Ошибка-то очевидна. Что в целом все очень просто. Операция сложения не перегружена для функции структуры A. Вы дальше узнаете, что можно перегружать операцию. Но, вот, к примеру, в данном случае перегрузка невозможна. Это выглядит очень странно. Ну, наоборот, это выглядит как раз-таки адекватным решением компилятора. Что значит структуру сложить со другой структурой? Вы компилятору не сказали. Он не... Человеку не сможет догадаться, что нужно сложить вот это вот поле. Даже если оно здесь одно. То есть, по идее, это он... Вы думали, что, наверное, он сложит два целых числа и получит результат. Но он этого сделать не может. А теперь давайте возьмем... Ну, пока что вы не знаете. Возьмем... Ну, ладно, покажу вам класс-стринг. Это класс-стринг. Вот есть... Вы работаете со строками сейчас пока что немного примитивно. На самом деле, работать с строками можно куда-то гораздо проще. Есть такой класс-стринг. Назовем его, например, str и поможет присвоить любую строку. Работать с ним вообще одно удовольствие. Но я специально вас учил работать с другими. С другим форматом str.hello. И теперь вызовем эту функцию. Seout. Вызовем функцию sum. С такими параметрами. str. И... Еще одну создадим. А, дальше можно сделать так. str.hello.world. И приобретать класс-стринг. Ну, потому что это... Сейчас объясню. Вот. Вызовем в таком формате. В данном формате будет более все интересно. А это прекрасно работает. Смотрите. И какой результат будет? Hello, world. Сейчас объясню почему. Пока что вам это не совсем понятно, наверное. Но... В целом это очень эффективно доработает. Прекрасно. В чем особенность? То есть str.size вернет размер строки. Данные строки. В символах. Ну, нет. Не об этом суть. А суть в том, что подумали, когда создавали строку. А что значит сложить две строки? То есть, что значит строка 1 плюс строка 2? Это конкатенация. То есть, это добавление одной строки в конец другой строки. Понятно, какую прибавлять какой. То есть, конкатенация строк. То есть, помните функцию strcat, которая добавляла одну строку в конец другой. Здесь это просто заменено операцией сложений. То есть, вот это вот сложение в данном случае будет являться конкатенацией строк. Представьте, насколько серьезно обобщение. То есть, функция сам вообще вернет сумму двух строк. Уже выглядит немного странно. Потому что до этого не было операций сложения для строк. А вот в классе string можно сделать. Вы можете сделать, что операция сложения для строк играла бы другую роль. Но если вы придумаете, конечно, более адекватную, чем конкатенация, то пожалуйста. И поэтому в данном случае, вот я к стр... Еще смотрите, я могу обычную строку преобразовать к классу. То есть, вот эта вот обычная строка. Ну, вообще-то указатель типа char. Я преобразовываю к типу string. То есть, какая мощь класса вы уже здесь видите. А скоро у нас будет тема класса. Применяется. Вот. И видите, что шаблоны и классы вообще тоже взаимодействуют. Ну, просто на вот таких вот моментах, что... Вы можете там перегрузить в классе все операции. Там сложение, вычитание, умножение, деление. Побитовый сдвиг влево, побитовый сдвиг вправо. Все это вы можете перегрузить. И вот в шаблонах это будет применяться куда гораздо удобнее. То есть, суть к тому, что я привожу к шаблоне. Ну, давайте мы рассмотрим... То есть, в качестве домашнего упражнения напишите шаблонную функцию, которая меняет местами значения двух переменных. Кстати, структура... Для структур определена операция равенства. Ну, не равенства, а присваивания. То есть, одну структуру можно присвоить другой такой же структуре. Кстати, это вполне очевидно. Ну, давайте рассмотрим последнюю проблему, связанную с шаблонами. К примеру, вот такая вот. Итак, у нас есть шаблоны. Первое. TypeName. TypeNameT1. И... TypeNameT2. Ну, просто есть два неких типа. Опять же, мы не знаем, каких. Пока у нас функция возвращает в тип void. Назовем ее что-нибудь. Пускай будет print. Пускай даже функция сама будет печатать. Ну, она принимает один аргумент C1. Назовем его A. И C2B. И функция печатает... C8A плюс B. Да. Ну, и здесь мы будем вызывать функцию. Так, чтобы те. Так, вызываю функцию. Print. 12,3 и 4. Ну, C1 и C2 может быть любыми типами, как вы поняли, да? То есть, они могут быть одинаковыми типами, могут быть разными типами. Давайте бил, бил, салюш. Ну, в целом, в данном случае все будет работать прекрасно. То есть, напишет он сколько там? 15... Ой, 16,3. Вот рассмотрим такую проблему. Ну, как все работает прекрасно. 16,3. То есть, в данном случае, так как преобразование этих типов возможно друг к другу, то есть, интегр преобразуется к типу double по правилу сложения разных типов, все работает, и на салт напечатается. А мне просто вот сейчас охота создать переменную, которая будет хранить A+, B. А какой у нее будет вообще тип? Скажите мне, какую-нибудь переменную, я не знаю, C создать, которую я хочу присвоить A+, B. У нее будет тип T1 или T2? Или вообще какой-нибудь другой тип при преобразовании, я не знаю. Конкретно никто сказать вам не может. Ну, здесь можно сделать очень просто. Можно поставить спецификат Raft. Тогда переменная C сама решит какой-нибудь тип. Ну, и там потом вы можете, к примеру, SEALT-SIM. Вот. Ну, очень просто. SEALT-SIM. Там можно, к примеру, поставить спецификат Raft. Можно использовать DeclType. Ну, DeclType это немножко более сложно, но о нем я поговорю, когда буду рассказывать шаблонные классы все же, а не шаблон. Ну, все работает, что немаловажно. То есть, авто позволяет сам узнать, какой будет тип перемен. А вы понимаете, что там бывает еще тип это указатель на указатель, который там еще хранит три указателя. Это C и C++ взаимодействуют. А теперь еще интересно. А вот теперь я хочу узнать, какой будет здесь тип. Ну, то есть, я хочу, чтобы вот эту переменную C возвращала функции. То есть, return C. То есть, ну, наверное, здесь тоже должен указать авто. Авто. А будет ли работать? Ну, и там не знаю. Seat print. Вот будет такая функция работать? Не совсем. В данном случае авто здесь не определится. Вот так вот это не работает. Но можно это справить, сделав вот такую запись. Т1 плюс Т2. Ну, только предоставить надо. Ой. Т1 плюс Т2. A плюс B. То есть, еще... Подождите. А, decal type. Все же здесь decal type придется использовать. Как он напишется-то? Ну, decal type. А, вот да. Decal type. A плюс B. Вот так вот. Все. Вот теперь все будет работать. Все же decal type пришел. Decal type. Но это декларирование типов, другими словами. То есть, при... В общем, decal type вернет тип. То есть, его основная задача не вернуть не значение, там, сложение этих двух чисел, а именно тип данных, который будет получаться в результате сложения. То есть, у нас A это Т1, B это Т2. Ну, это аргументы функции. То decal type вернет тот исходный тип, который получится при сложении. То есть, если у нас будет тип double, тип интегер, decal type вернет double. Если у нас будет short и тип интегер, decal type вернет интегер. Если у нас там будет, к примеру, long-long и тип интегер, decal type вернет интегер. А нет, ну, вернет long-long. Там к большему преобразовывается. Вот. То есть, decal type, в принципе, сам определит, какой тип. Ну, и в данном случае все будет работать. Это просто была все чистая теория. Как видите, никакой здесь серьезной практики не было. Тут он, тут он. Ну, это очень просто, я думаю. Понятно, что здесь decal type позволяет определить исходный тип возвращаемого значения функции. Ну, на практике я вам позадаю задание, там, с массивами поработать через шаблонные функции. В основном, лучше работать через шаблонные, перегрузка функции. Ну, можно, конечно, одно задание задать для перегрузки, чтобы вы все же потренировались с ней. Но шаблонные все же более эффективны. То есть, я вам задам задание на разные шаблонные функции. Вы поймете, что это довольно интересно и довольно сложно их уметь обрабатывать. Там массивы, потому что массив это указатель. Это уже тип будет как указатель. Вы должны понимать, что значит прибавить указатель к указателю. Это не совсем так-то очевидно. И вот всякие там еще другие моменты. Вы должны все это будете рассмотреть. Думаю, что понятно, что template это просто очень мощное обобщение языка C++. Это реально очень мощный инструмент. Конечно, кажется, что в данном случае это какая-то, ну, такая упрощающая игрушка в программировании. В дальнейшем вы узнаете, что без него бы, наверное, было бы сложно написать что-то серьезное. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Мы уже почти изучили тему функции. Осталась последняя тема рекурсии. Ну, и там еще будет какой-нибудь обобщенный урок по работе многофайловой программы. То есть, там много файлов в программе, где будет. Ну, то есть, код-то у нас уже большой получается. И вот потом можно перейти со всей мощью к объектно-ориентированному программированию со знаниями. Ну, надеюсь, вы все это усваиваете. У вас это легко закрепляется в голове. Работать с этим просто. И, думаю, что даже приятнее. То есть, каждый раз программирование для вас становится, ну, по крайней мере, приятнее. И можно решать более сложные задачи в более простом способе. Ну, все. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Привет всем. С вами Марков Денис. И сегодня у нас 16-й урок по программированию на языке C++. На предыдущем уроке мы познакомились с файловым вводом-выводом информации. В общем, это довольно простой вот вывод, позволяющий вам организовать уже более сложную программу, которая может взаимодействовать с файлами. И вот в качестве упражнения вы были ни в чем не ограничены. То есть, вы должны были создать любую структуру данных, которой вам интересно, там, создать различные операции над этой структурой. Ну, и в целом сделать то, что вы, в принципе, хотели бы сделать. Вот у меня пример. Это структура данных под названием прямоугольник. Здесь у нас очень простое будет меню. Давайте сначала вам покажу, как это все работает. Вот у нас, кстати, файлы, ну, папка с проектом. У нас здесь даже есть текстовый документ, с которым мы можем считать. То есть, мы можем создавать несколько документов, в которых хранится любая информация, и можем ее считывать. Пока запускается. Вот, так, прямоугольник. Ну, давайте сначала мы создадим файл для ввода. Да, создадим файл для ввода, который, в принципе, создал. Итак, создать файл для ввода, открыть файл для считывания. Открываем файл для считывания, вводим имя. Давайте сначала введем неправильное имя. К примеру, rectangle. Ну, к примеру, t, s, ну, какой-нибудь такой формат. Ну, вроде бы открылся, хотя не должен был. Ну, ладно. Открыть файл для считывания. Давайте еще раз. Вот так вот, rectangle.txt. Вот сейчас он не должен открываться. Там написали, что файл не открылся, только не вывелось. Просто быстро убирается. Надо это остановить. Ну, ладно. Ну, все. Файл открылся для файла для считывания. Теперь давайте считать значения из файла. Так, значения из файла считали. Посмотрим информацию. Итак, откроем наш файл, который мы имели. 12.3, ой, 1.4.4.8. Действительно, это та информация. Хорошо. Давайте следующий прямоугольник рассмотрим. То есть, опять, считать значения из файла. Считываем значения из файла. Смотрим информацию. Вот нам, пожалуйста, о другом прямоугольнике вся информация выдана. Прекрасно. Вот, к примеру, демонстрация работы программы уже более интересной, мне кажется, чем предыдущей. Ну, что ж, давайте теперь рассмотрим программу. Начнем ее с математической модели. То есть, программа, в принципе, основана на прямоугольнике. Каждый прямоугольник задается точками, поэтому создал структуру point, которая хранит два поля. Integer x, integer y. Это два целых числа. В декартовой системе координат. Ну, думаю, с ней вы знакомы, поэтому много говорить о ней не нужно. Структура rectangle представляется двумя точками. Point A и point B. Почему удобнее представить прямоугольник двумя точками? Ну, представим, вот наша стандартная декартовая система координат прямоугольная, праволинейная, или как там правая рука называется, правильнее. Вот, ну, дико, тут у нас y, такой некрасивый y, тут у нас x. Вот, ну, к примеру, прямоугольник. Итак, у нас первый прямоугольник задается точками 3 и 4. Например, вот так, да, в таком масштабе 3 и 4 первая точка. Ну, вы знаете, что точки, это у нас перпендикуляры на их оси. То есть координаты точки, это вот. То есть точка в пространстве находится здесь, назовем точку A. Координаты, это перпендикуляры, ну, или проекция на ось. Другими словами, то есть вот это две проекции. Ну, есть другая точка, точка B, к примеру, даже может где-то здесь находиться. B. Окей, то это опять же тоже проекция на их оси, которые перпендикулярны. Ну, если, конечно, система координат перпендикулярна друг к другу. Там есть косоугольный же. Вот, ну, это у нас точка получается, ну, какая-то, не знаю, 7, 6. Ну, пускай будет 7, 6. Ну, хотя не выглядит реально. Наоборот, нужно было бы 6, 7. Ну, не столь важно даже здесь значение. Вот. Как здесь получить прямоугольник? Ну, прямоугольник, очевидно, получается вот таким вот нехитрым образом. Вот он, вот он, прямоугольник наш. То есть, хотя он задается двумя точками. И вот это вот, нам нужно посчитать его площадь, его объем и так далее. Ой, объем, периметр. Вот. Сразу очевидно, как посчитать сторону. То есть, как вот найти, к примеру, вот эту вот сторону прямоугольника. Чему она равна? Ну, очень просто. Если у нас есть координата вот этого и координата вот этого, то вот эта вот сторона равна вот этой вот стороне. То есть, вот этой вот длине. Но длина между двумя точками находится по модулю. То есть, точка A минус точка B. Ну, или точка B минус A. что-то модуль модуле можно знак ну то есть это но переставлять местами уменьшаем и вычитаем и это вполне очевидно то свойства модуля что а минус b это b минуса по модуле опять же минус а это знакомы нам свойства вот тут мы находим длину первой стороны длину второй стороны находим здесь тоже только уже y и после когда мы найдем эти длинные сторон что мы с ним можем сделать но мы можем по крайней мере почитать уже периметр и почитать там площадь и еще какие-то манипуляции произвести ну конечно нужно было бы рассмотреть еще что прямоугольника не существует то есть если к примеру две точки вот так вот лежат то есть например точку а точка б то есть она в принципе прямая перпендикулярно какой-то из-за сил для ввода но назовем файл как-нибудь rectangle примеру rectangle rectangle txt то здесь у нас будет храниться информация прямоугольник то есть моей программе прямоугольник задается двумя противоположными точками это удобней и ну я покажу это математическую модель в программе и расскажу как она работает так мы создали файл для ввода теперь мы вводим информацию вручную то есть это 5 у нас клавиатуры прям вводим точки примеру там 14 одна точка и другая точка ну к примеру 48 но задали прямоугольник можем сразу посмотреть информацию об этом прямоугольнике вот здесь вся информация теперь мы эту информацию запишем файл записали файл давайте еще ведем какую-то информацию так вводим информацию еще какую нибудь ну давайте там 1 3 2 минус 4 да вот такие точки здесь опять информацию можно вывести вывели и запишем файл так ну все мы записали в общем поработали с программой спокойно закрываем не беспокоясь так находим наш файл rectangle txt видим здесь два прямоугольника вот они два прямоугольника заданы по двум точкам то есть каждый прямоугольник задается двумя точками ладно хорошо смотрим дальше ну открываем программу у нас уже есть файл я хочу уже увидеть